Депутаты обсудили ряд вопросов, в числе которых уточнение бюджета, содержание зеленых насаждений, благоустройства и тарифы на социально значимые перевозки пассажиров. Эти вопросы поднимались на совместном заседании постоянных комиссий областного масляхата по бюджету, экономике, промышленности и предпринимательству, по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью и по вопросам строительства, транспорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и цифровизации. Руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гулькасима Суентаева, докладывая, какие уточнения предлагаются на рассмотрение депутатам, сообщила, в частности, что уточнения проводятся на общую сумму более 5 миллиардов тенге. Эти средства будут направлены на приоритетные направления, такие как строительство объектов спорта, жилья, объектов водоснабжения, газоснабжения, инженерных сетей, капитальный ремонт, социальных объектов и другое. Так, на строительство школ, жилья, объектов спорта, культуры, газификацию, строительство коммуникации и другое решено выделить более 2 миллиардов тенге. Управлению образования предлагается выделить 121 миллион тенге, здравоохранение 588 миллионов тенге, социальные программы 416 миллионов, спорт 110 миллионов тенге, культура 160 миллионов тенге. На заседании также были рассмотрены вопросы правил содержания и защиты зеленых насаждений и благоустройства городов и сел области. Вопросы о тарифах на регулярные социально значимые перевозки пассажиров Актюбинской области и другие. Выкуп пяти зданий здравоохранения ВКС Мармазановна. Это действующая больница, которая у кого-то что-то арендует или это расширение? Глаза режут, потому что сумма большая. Понятно, что это пять зданий. В рамках этого достаточно частного партнерства мы приостановили. На сегодняшний день и объекты построены, они реализуются, но сейчас необходимо их выкупить, потому что центральные районные больницы их содержать не могут. А нужно отдельный заказ размещать на эти папы, на эти медпункты. Поэтому стоит вопрос о выкупе. Цена сейчас это не окончательная. Пресс-служба Маслихата Актюбинской области.